Шанс оказаться в зоне Лиги Чемпионов. Вообще, Андрей, преобразование Ювентуса в последних матчах, три победы подряд, мне кажется, весьма характерно для Юви, что в этих последних двух матчах против Рома и Дженуа на поле команду выводил Маркизио. Как капитан, лично мне, как фанату Ювентуса, очень приятно, что, знаешь, некое олицетворение будущего. Буфон, Киеллини, Дель Пьеру, люди, которые видели победы предыдущей, или Киеллини, которая звезда в Ювентусе во время не самых лучших событий в истории клуба, и Маркизио, который молод, который, наверное, дает надежду, что будет светлое будущее, по крайней мере, хочется в это верить. Вот ты видишь в этом совпадение? Или просто Дель Нерри, по традиции, загубив зиму, весной команда прибавила физически, и плюс, ну, надо же как-нибудь выигрывать Ювентус. Ну, если ты обратишь внимание, то как раз примерно тот же отрезок первого круга Ювентус сыграл наилучшим образом, потому что, ты вспомни, наш оптимизм по поводу Ювентуса возник в этом году лишь однажды, перед Новым годом, тогда, когда Ювентус сыграл ничью с Ромой, обыграл Катанью, обыграл Джену, и сыграл ничью с Киева, но в силу не совсем, не очень повезло в том игре Ювентусу. И обыграл Латсу еще, что важно. Да, и обыграл Латсу, кстати. Поэтому, ты знаешь, я думаю, что вполне возможно Дель Нерри все-таки с его стилем таким, как сказать, приспособленца футбольного, вот есть команды, с которыми ему играть несколько просто легче в силу стилистических особенностей Ювентуса и этих команд. Поэтому, вполне возможно, сейчас Ювентус попал в такую же полосу тех соперников, с кем ему играть удобно, и Дель Нерри, учитывая то, что у него достаточно качественный все-таки футбольный материал, может эти преимущества реализовывать. Вот, с точки зрения изменений в игре Ювентуса, я, честно говоря, не обратил внимания на то, что они как-то сильно, Ювентус поменялся, потому что победу над Ромой Ювентус, как сказал Лучано Моджо, одержал в провинциальном стиле. Абсолютно согласен. Один нападающий, полузащитник под нападающим, в той игре это был Милыш Красич, вратарь, который творил чудеса, вот, и который по большому счету сделал так, что игра пришла ко второму тайму со счетом 0-0, а во втором тайме уже Ювентус был, ну, на равных с Ромой, скажем так. Поэтому это стечение обстоятельств. Но я хочу сказать тебе, Нобель, и вот, болельщику Ромы Денису, о том, что, когда мы говорим негативно о командах, это хороший знак, потому что вот мы поговорили позитивно об Удинесе, два матча проиграл. Интер тоже, в принципе, так похваливали за Баварию, за... И команда проиграла. Два матча проиграли. Может быть, про Наполя поговорим? Ну, можно поговорить про Наполя. Но завершая тему Ювентуса, ты сказал, Марко Старарри, который великолепно сыграл против Ромы, чуть хуже сыграл против Джену, на мой взгляд. Ну, вот, тема Марко Старарри и Джен-Луиджи Буфона. Я объясню, в чем причина. Джен-Луиджи Буфон, человек, который получает в Юве, по-моему, 5 миллионов евро. Это самый дорогостоящий футболист старый сеньор. Есть впечатление, что в Ювентусе потолок зарплат 2 миллиона, но вот, с исключением Буфона, у которого контракт выше. Буфону 33 года. Буфон, откровенно, так считаю, многие не выручают команду в некоторых матчах. Ну, и Старарри, который стоит, ну, по контракту получает миллион, но при этом играет удачно в некоторых матчах. И пошли разговоры, что, наверное, легче Буфона продать, тем более миллионов 15-20 за него какой-нибудь арабский шейх из Манчестер-Сити отдаст удовольствие. Ты как по этому поводу не думаешь? Буфон – это реальный кандидат на продажу в Юве? Я думаю, что ситуация с Буфоном в очередной раз характеризует весь тот хаос, который творится в Ювентусе, и его спортивные директора, технические директора, как только их не называй. Если можно было продавать Буфона за 60 миллионов, там, за 50 миллионов, и делать ставку на молодого вратаря, теперь что мы видим? Буфона собираются продать за 15-20 и сделать ставку на вратаря, которому за 30 лет. Ну, я не знаю. В этой ситуации, если уж ты сохраняешь символов, если ты считаешь, что есть люди, на которых ты ориентируешься, ну, надо быть последовательным в этом вопросе. Если ты считаешь, что, в принципе, есть потолок зарплаты – это ключевой момент, то, боюсь, что для Ювентуса все равно, кто будет у него стоять в воротах, потому что, так или иначе, это будут, там, четвертые, пятое, шестые места. У нас в выпуске новостей вот такой печальной минуты, такая часть программы. Ну, ладно, я в следующей 15 минутке настроение, наверное, поправится. Ну, что ж, завершающая часть программы «Кальчо Витта», и у нас есть телефонные звонки, есть некоторые СМС-сообщения. Давайте начнем со звонка. Геннадий, здравствуйте. Добрый вечер. Геннадий, красно-белый солнце. Ну, блин, ну, еще два слова все-таки по дерби, хотел бы добавить, да, все-таки СОО очень старался, да, и забей в конце первого тайма, может быть, возможно, игра бы по-слабо, по-другому. Ну, и все, еще не понравилось то, что очень устало выглядел Майкон. Ну, а то, что у Денеза тормознуло, если вы помните, я как-то с вами предполагал этот момент, и два вопросика. Вы как-то говорили, что Ювентусу будет выделено 100 миллионов, да, на покупку игроков, а хватит ли это, чтобы, ну, так, скажем, наладить игру Ювентуса и побороться за какое-то боевысокое место? Мне кажется, это всего лишь на две строчки, скажем так, Юве поднимется. И последний вопрос, если останется у вас время, по поводу Милана, мне кажется, не так все-таки хорош, и послужайте, где все-таки Милан может потерять очки, и Интеру, удачи вам. Спасибо большое, удачи нам и Интеру, это уже хорошо. По поводу Ювентуса, 100 миллионов, мне кажется, главный для ее вопрос, это найти грамотного специалиста, с которым можно расти, расти с успехами, с результатами. Ну, понимаешь, вот представь, если бы Милан, например, 2-3 года назад объявил, сейчас мы будем проводить омоложение состава, и все менять, и так далее, и тому подобное. Но на 100 миллионов продали бы им четырех игроков сомнительного качества, один из которых, наверное, выстрелил бы, а других Милан думал, куда бы их пристроить. Вот Ювентус, он ведет себя на трансферном рынке, и в плане обновления той команды, которую он располагает, вот именно таким образом. В такой ситуации и 100 миллионов, и 200 миллионов, ну, это погода не делает. То есть, в итоге Ювентус сейчас находится по платежной ведомости выше всех в Италии, игроков у него количественно много, качественно мало. Поэтому, понимаешь, здесь вопрос не в том, какое количество денег они будут осваивать, а в том, кто это будет делать, здесь ты абсолютно прав. И главное, какой они фон при этом будут создавать. То есть, если ты будешь что-то делать спокойно, и даже тот же Интер, вот посмотри, тех ошибок, которые он делал, допустим, там, 5-7 лет назад, он уже сейчас не повторяет. Он спокойно, тихо берет по цене, да, и по цене, я считаю, очень хорошее приобретение. Хорошо берет Ранокью, да. То есть, он проводит обновление состава, но ты нигде не прочитаешь, кроме как в опросе о том, что, а будем ли мы проводить обновление состава. Он его делает, но при этом он не делает из этого пиар-компании. Вот в чем принципиальная разница клубов, которые идут, которые стремятся к успеху, от клубов, которые, скажем так, работают с этим не очень квалифицированно. Если ты возьмешь того же, там, наиболее талантливого человека, который работал в Ювентусе Моджи, то он, скажем так, продавая Зидану, он же не говорил о том, я сейчас продам Зидану и куплю... Недведа. Недведа, да. Он делал это, Ибраимовичу он подписал там за два, по-моему, часа до закрытия трансферного окна, да. Никто об этом ничего не знал, никто об этом ничего не писал. Сейчас в Ювентусе ситуация другая. Касательно Дерби и того, что сказал Геннадий, знаете, я думаю, что Дерби проиграл Леонардо, и причем это был очередной матч, в котором Леонардо подчеркнул свою некую тренерскую неподготовленность. Потому что вот с теми составами, с которыми работал Леонардо, Милан и Интер, да, в играх с командами не первой итальянской пятерки, ты, у тебя качество игроков, оно ретуширует твои тренерские ошибки. Но как только Леонардо выходит играть против равного себе, вот вдумайтесь в тот факт, Леонардо в Лиге Чемпионов сыграл на своем поле шесть игр. Из них он четыре раза сыграл в ничью и два раза проиграл. Это показатели Леонардо в играх на своем поле с клубами Милан и Интер. То есть это говорит о том, что главная проблема Леонардо в том, что любой тренер, который играет против Леонардо, точно знает, как он будет играть. И, скажем так, Леонардо фактически показывает свои карты и дальше предлагает любому сыграть с ним в игру. И получается так, что Самуэль Итао оказывается на фланге против Аббата, который наиболее быстрый игрок в Милане, и который, скажем так, находится в лучшей физической форме. И Итао вообще практически не было видно. Да, он не реализовал этот момент в конце первого тайма, но когда команда проигрывает дерби 0-3, говорить о том, что если бы Итао реализовал момент, оно пошло по-другому, могло пойти, но скорее бы оно пришло бы к результату, похожему на тот, который мы увидели в финале. Касательно Милана, Милан, честно сказать, может потерять очки где угодно. У Милана календарь сейчас это Самбдори, домашняя встреча. Далее Милан играет на выезде с Брешей, после чего Милан встречается с Дома с Балони. Далее Россенери играют с Рома, это одна из ключевых, потому что встреч чемпионата. Ну а завершает Милан турнир домашней игрой с Калери и выездной с Удинези. Не самый сложный календарь. С одной стороны, да. Если Милан будет находиться под прессом результатов Интера и Наполя, которые будут набирать свои очки, я думаю, что Милан будет играть более внимательно, и потерь не допустит. Хотя игра с Брешей мне представляется очень непростой, потому что Брешей сейчас играет в качественный футбол, и Брешей стоит на третьем месте с конца. Но при этом Брешей, например, с Интером играла дома, мягко говоря, неплохо, и могла выиграть, если бы реализовала пенальти в компенсированное время. Касательно матча с Ромой. Рома, понимаете, опять же, на бумаге и по календарю, она фаворит в борьбе за четвертое место. Я бы даже сказал так, что по предстартовым раскладам она должна была бы бороться за место в тройке, если не за чемпионство. Но проблема в том, что Рома сейчас играет без тренера, с дядькой Тотти. Если дядька Тотти даст правильную установку и сам вдохновит своих партнеров на подвиги, Рома может обыграть кого угодно, в том числе и Милан. Если Рома сыграет несколько более вальяжно, при том, что у Ромы еще нет Миксеса, ключевого защитника, Рома может и не дотянуться до четвертого места. Еще одно сообщение. У нас пишут «Добрый вечер». Как складывается судьба Дино Баджо? Вот мне Андрей такую историю, а вы, наверное, сказали, он, оказывается, в театре играет или играл? Ну, он там выступил разок в 2009-м, по-моему, году, в 2008-м году. На самом деле он в 2008-м году даже вернулся в футбол и играл в команде «Терца Категория». «Терца Категория» — это самый низкий дивизион итальянского чемпионата. Это не профессионалы, это, скажем так, любители. Но его попросил его один из первых тренеров в его городе, где он живет на севере Италии, и Дино Баджо ему не отказал, как и не отказал режиссеру спектакля «Страсти Христа», где он сыграл с известным итальянским артистом, а также своей женой, которая тоже играла в одной из ролей в этом спектакле. Так что вот такие вот творческие натуры по итальянской серии встречаются. И вот вопрос, кого они лучшие в серии, а что мы думаем по этому поводу? Ну, наверное, раз больше всех забил, то лучший. Ну, и очевидно, что уж точно он главное открытие этого сезона, потому что я думаю, что никто бы не предположил, что это будет столь удачное приобретение. Он так быстро впишется в игру «Наполи» и забьет такое количество голов. И чемпионат еще не закончен. Да, это важно. Ну, к сожалению, заканчивается наша программа. Времени не очень много, но тем не менее мы поговорили о чемпианте Италии. Андрей Лаврентьев, Нобеля Рустамян. Прощаемся.